Курс на развитие. Арктикнефть обустраивает инфраструктуру объединённого месторождения на Колгуеве. Готовь сани летом. Окружные дорожники готовятся к осенне-зимнему периоду. Внимание! Нововведения! Жители округа начали сдавать экзамены на выдачу водительских удостоверений по новым правилам. С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепетова. Арктикнефть обустраивает инфраструктуру объединённого месторождения на Колгуеве. В конце августа компания стала единственным недропользователем песчано-озёрского месторождения. Ранее его центральную часть разрабатывала за рубеж нефть. Дальнейшие планы по инфраструктурному развитию месторождения и единственного населённого пункта острова, посёлка Бугрино, глава региона Игорь Кошин обсудил с гендиректором Арктикнефти Сергеем Ермолаевым. Арктикнефть с 2005 года работает в Неницком округе. В связи с переходом месторождения в одни руки у компании большие планы – сократить административные и общие расходы, а также увеличить объём добычи до 1000 баррелей в сутки. Отгрузку нефти планируют увеличить с одного до двух танкеров в год. Отгружать топливо с острова возможно с июня по декабрь. Нефть поставляется напрямую в Роттердам. Объединение добычи на месторождении позволит компании Арктикнефть экономить на административных издержках, а сэкономленные средства инвестировать в развитие. Развитие компании повлечёт за собой увеличение поступлений в окружной бюджет. Игорь Кошин выразил надежду на возможность объединения инфраструктурных возможностей региона и нефтяной компании для повышения качества жизни в посёлке. Окружные дорожники готовятся к осенне-зимнему периоду. Вопрос готовности дорожных и коммунальных организаций к эксплуатации дорог и улиц в зимний период стал одним из ключевых на очередном заседании окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Осенне-зимнее содержание автомобильных дорог осуществляется с 15 октября по 15 мая и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололёдным материалом. По информации профильных ведомств и муниципалитетов, в ближайшее время планируется организация круглосуточного дежурства диспетчерских служб с целью оперативного реагирования на обстановку на окружных автодорогах, организация работы дорожного пункта на участке посёлка Хориагинский граница округа по направлению Вусинск, а также проверка готовности парков дорожной техники к зимнему содержанию автомобильных дорог. С целью проверки готовности парков дорожной техники, репортиментарного длина по иммунскому диземну и содержанию автомобильных дорог общего пользы на региональном бюджетном значении. Будет создана комиссия в составе специалистов департамента и директора транспорта. Проекты предполагаемого решения. Мы хотим оставить все, что департамент даст информацию. Содержаниями ремонтом дорог, находящихся в собственности городского округа, занимается муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город». По информации муниципальных властей, для содержания дорог в учреждении имеется 25 единиц техники. Она подготовлена к эксплуатации в зимних условиях. По данным статистики отделения ГИБДД УМВД России по Нинецкому округу, за прошедшую зиму на территории региона зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий. При оформлении 49 из них на местах происшествий зафиксированы недостатки содержания уличнодорожной сети. Посмотри налево, потом направо и убедись, что тебя пропускают. Этим правилом нас учат с раннего детства. Речь идет о пешеходных переходах или по-простому «Зебра». Когда правила заучены наизусть, а аварийность не снижается, можно посмотреть и на сам переход. Из более чем 46 тысяч, 15 тысяч не соответствуют техническим нормам безопасности дорожного движения. Такова ситуация в стране. А вот как обстоят дела в Нарьинмаре, выясняла наша съемочная группа. Как оказалось, подобных переходов по городу немало. За один только рейд нашей съемочной группы удалось найти несколько. А сколько их еще, остается только догадываться. Например, мы хотим перейти дорогу на улице Рыбников. Казалось бы, все хорошо. Есть и специальные дорожные знаки, указывающие на его наличие. Есть даже специальное место для того, чтобы перейти инвалидам или мамочкам с колясками. Но дальше что? Идем по пешеходному переходу. И упираемся в бордюр. И просто в отсутствие элементарной дороги. Следующий переход, который также явно не соответствует нормам, мы нашли по соседству. Прямо в центре города. Куда только не приведут нас пешеходные переходы. Вот этот, например, привел нас в кусты. Рядом яма с люком. А по соседству расположен знак, который непонятно в каком направлении. И в высоте, явно не соответствующий нормам. Как раз для водителей. Всего в городе и поселке Искателей 182 пешеходных перехода. Накануне нового учебного года сотрудниками чистого города проводилась проверка, по результатам которой было выявлено множество недостатков об устройстве дорог. Ни у одного образовательной организации не установлены светофоры типа Т7. Затем не везде соответствуют дорожные знаки. То есть они синие, а должны быть на желтом фоне. Не у всех образовательных организаций. На тот момент, когда проводились проверки, была нанесена разметка необходимая. В целом ситуация, как утверждают в ГИБДД, неплохая. По результатам проверки было выдано всего 6 предписаний. Что касается ДТП с участием пешеходов, то за 8 месяцев текущего года зарегистрировано всего 3 случая. В двух из них виноваты дети. Вообще дети часто становятся виновниками ДТП. Так, например, на этом видео. На нем четко видно, что мальчик перебегает дорогу в положенном месте. Но водитель едва ли успевает его объехать. А ведь в правилах четко сказано, что перед тем, как выйти на пешеходный переход, необходимо самое главное – убедиться, что водитель тебя видит и пропускает. Напомню, что требования ГОСТ по пешеходным переходам изменились довольно давно. Так, например, зебра должна быть уже не черно-белой, а желто-белой. Знаки пешеходный переход должны быть в рамке желтого цвета, при этом должны быть с двух сторон от столба. Переход ночью требуется освещать или выделять подсветкой. И вдоль дорог необходимо установить ограждение, чтобы ретивный пешеход не выскочил на дорогу в неположенном месте. И хоть статистика в нашем округе и не такая ужасающая, как в других городах, пешеходных переходов, которые оставляют желать лучшего, еще очень много. Жители Ненецкого округа начали сдавать экзамены на выдачу водительских удостоверений по новым правилам. Новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав вступили в силу с 1 сентября. Нововведения касаются и выдачи удостоверений. Как сообщается на официальном сайте ГИБДД России, регламент устанавливает время, сроки и порядок проведения экзамена. К примеру, теперь ожидание в очереди на сдачу экзамена не может превышать 15 минут. В целом, на сдачу экзамена отводится ровно час. Сдающим теорию за каждый неверный ответ новая система задает 5 дополнительных вопросов. При этом ошибки могут быть допущены только в разных блоках вопросов, которые сгруппированы по темам. Изменения коснулись и практической части экзамена. На площадке будущим водителям придется сдавать не 3 упражнения, а 5. Экзамен в городе будет оцениваться по пятибалльной системе. По информации отделения ГИБДД МВД России, по Нинецкому округу, в настоящее время вождение на площадке по старым требованиям еще смогут сдать ученики автошкол, закончившие обучение перед вступлением в силу нововведений. С начала года экзамены на выдачу водительских прав успешно сдали 325 жителей округа. На личном приеме, в письменном виде или по электронной почте. За ответом на волнующие вопросы жители округа все чаще обращаются в администрацию региона. На личном приеме, в письменном виде или по электронной почте. В таких формах органы власти Нинецкого округа отвечают на обращение граждан региона. Так куда же обратиться в случае, если у вас есть вопрос и вы хотите получить на него компетентный ответ? Пошаговая инструкция в следующем сюжете. Мой дом не так давно признали ветхим. Меня и моих соседей интересуют вопрос, когда же нас расселят. За ответом я пришла в администрацию Нинецкого округа. Добрый день, можно к вам? Добрый день. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мой дом признали аварийным. Я хочу узнать, куда мне можно обратиться, чтобы получить ответ на вопрос, когда нас переселят. Как оказалось, обратилась я точно по адресу. Исчерпывающую информацию о том, где я могу получить ответ на свой вопрос, мне дали в отделе документы оборота, дела производства и работы с обращениями граждан аппарата администрации Нинецкого округа. У нас есть такие способы, как письменное обращение и устный прием. Письменное обращение гражданин может написать прямо в кабинете. У нас есть образцы специальные. Пишут либо на губернатора, либо на курирующего заместителя. Письменное обращение можно написать, как я уже сказала, в кабинете. Можно отправить факсом, можно отправить по электронной почте. Также у нас на сайте имеется отдельная вкладка, в которой написано просто написать обращение, гражданин заводит туда обращение. Еще хочу отметить, что есть такой ресурс, который очень удобен граждан, это личный кабинет. Если гражданин заводит личный кабинет, он сможет отслеживать статус своего обращения от момента его регистрации до момента подготовки ответа. Но самым эффективным способом, по мнению Оксаны Гавыриной, является личный прием граждан. Ведет его губернатор и его заместители, курирующие различные сферы жизни региона. В случае решения проблемы, связанной с предселением Светлого аварийного фонда, конечно же, до приема нужно идти к Еремееву Алексею Анатольевичу. Специалисты отдела готовят карточку личного приема, в которой указана вся полная информация о гражданах. Карточка заранее отправляется в департамент строительства. Специалисты, курирующие направление, готовят информацию про гражданину. И когда гражданин приходит на прием к заместителю губернатора, уже имеется проект решения. Я больше радуюсь за личное обращение, потому что, когда ты сидишь с заместителем, ты можешь дополнительные вопросы задать. У тебя появились какие-то новые обстоятельства. Ты можешь с собой принести еще какое-то обращение, ответ. И уже проблему решить, сидя в кабинете с руководителем. Личные приемы граждан губернатор и его заместители ведут по утвержденному графику один раз в месяц. Запись на личный прием также ведут в отделе документа оборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан. По официальным данным, за 9 месяцев текущего года глава региона Игорь Кошин провел уже 10 личных приемов, приняв 93 жителя округа. Заместители губернатора приняли 86 жителей, проведя 37 личных приемов. Если взглянуть на статистику обращений, то в сравнении с 2014 годом в 2015-м количество вопросов, требующих ответов представителей органов власти, увеличилось. В текущем году за первое полугодие в окружную администрацию обратилось более 300 человек. Чаще всего жители региона интересуют вопросы улучшения жилищных условий, в том числе предоставление жилья по социальному найму, переселение из ветхого и аварийного жилого фонда. В основном граждане интересуются сроками переселения. Кроме того, жители округа волнуют вопросы дорожного хозяйства, ЖКХ, образования. По итогам личных приемов губернатор округа дает поручения, которые направлены на решение проблемы не одного гражданина, а затрагивающие интересы определенной категории граждан. На личный прием к губернатору и его заместителям могут записаться и жители населенных пунктов округа. Для этого не обязательно приезжать на Ринмар. То есть житель, например, в поселках Рута может прийти в сельсовет и связаться по видеоконференц-связи с губернатором и заместителем, кому он хочет обратиться. Конечно, информацию об этом нужно знать заранее, чтобы организовать этот видеоприем, чтобы поставить график принимающему лицу, ну и чтобы в сельсовете тоже были готовы к проведению такого приема. Поэтому жителям отдаленных поселков нет необходимости приезжать в округ для встречи. Итак, личный прием, ответ в письменной форме или по электронной почте. В таких формах органы власти Ненецкого округа отвечают на обращение граждан региона. Ответить на письменное обращение и обращение по электронной почте гражданину обязаны в течение 30 дней. В случае задержки его должны уведомить об этом. Со своим вопросом я записалась на личный прием к заместителю губернатором. О дате приема меня известят заранее. Буду ждать звонка. По всем интересующим вопросам жители округа могут обратиться по телефону 2-15-54, а также ознакомиться с информацией на официальном сайте администрации округа. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Потенциальные заявители на грант для стартапа могут получить консультацию в Фонде поддержки предпринимательства. За консультацией об условиях проведения конкурса грантов для начинающих предпринимателей с начала сентября обратилось порядка 10 потенциальных заявителей на данный вид окружной финансовой поддержки. Прием заявок от малого и среднего бизнеса на реализацию стартапов начался в Нинецком округе 1 сентября. Это второй в 2016 году конкурсный отбор на предоставление грантов начинающим предпринимателям для открытия собственного дела, объявленный Департаментом финансов и экономики НАУ. В конкурсе на получение гранта могут участвовать как зарегистрированные начинающие предприниматели, так и физические лица, которые только планируют заняться бизнесом. Требования ко всем соискателям равны. Необходимо иметь бизнес-планы и предусмотреть собственные расходы на реализацию проекта в размере не менее 15% от получаемого гранта. Обязательное условие для претендентов на грант – отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам, а также ведение деятельности на территории округа. Максимальная сумма гранта на одного получателя составляет 500 тысяч рублей. При этом, в случае, если учредителями организации, претендующей на получение поддержки из окружного бюджета, являются несколько лиц, входящих в приоритетную целевую группу, то сумма такого гранта может быть увеличена до 1 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе грантов будут приниматься до конца сентября. Более 30 интерактивных проектов представят жителям Неницкого округа на ярмарке мастерска НКО. Она пройдет уже в ближайшее воскресенье в столице округа. В Наринмаре пройдет третий арктический фестиваль классической музыки Дни высокой музыки в Арктике под художественным руководством знаменитого скрипача, заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Когана. Фестиваль пройдет с 15 по 17 сентября. Гостями на фестивале высокой музыки станут ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники и преподаватели музыкальных школ, участники клубов общения пенсионеров, а также жители, внесшие большой вклад в развитие НАО и представители общественных организаций округа. Жители НАО могут получить бесплатные билеты на Дни высокой музыки в кассах Дворца культуры Арктика. Фестиваль приурочен к празднованию Дню образования Нинецкого округа и Дню нефтяника. Традиционное мероприятие организовано при поддержке компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве нефтяников и администрации НАО. В течение трех дней со сцены Дворца культуры Арктика прозвучат десятки произведений всемирно известных композиторов, как в исполнении начинающих, так и признанных профессионалов. Прямую трансляцию заключительного дня фестиваля организует наша телерадиокомпания в эфире телеканала «Север» и на сайте в начало концерта в 17.00. Более 30 интерактивных проектов представят жителям Нинецкого округа на ярмарке «Мастерская НКО». Она пройдет уже в ближайшее воскресенье. В числе основных мероприятий – ярмарки акций, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Среди них и общественная волонтерская организация «Российский Красный Крест». С 2011 года в копилке «Красного Креста» добрых дел скопилось немало. Среди них такие благотворительные акции, как «Только здоровье привычки», «Милосердие» и «Добрая песня о главном», «Поможем, чем сможем» и многие другие. На ярмарке волонтеры представят в виде фото-зарисовки обзор всех благотворительных акций за последние пять лет. Также планируется организовать благотворительный сбор денежных средств. Благотворительный сбор пожертвований добровольно будет организован для одиноких и одинокопроживающих пожилых людей с ограниченной степенью передвижения. Это приурочено к Дню пожилого человека. Данной акцией мы хотим открыть маршрут добрых дел жителей НАУ для одиноких престарелых граждан. Всего за последние пять лет благодаря самоотверженной работе волонтеров-добровольцев и специалистов социальных служб, а также Центра молодежных инициатив округа, помощь получили более 8 тысяч человек. Собрано и роздано 5 тонн вещей. Три тонны из них отправлено в сельскую местность для жителей сел. На этом пока все. Увидеть новости можно и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды.